Депутаты Чебоксарского городского собрания Так, по словам Евгения Кадышева, этот период стал еще временем взаимопомощи. Волонтерский центр в рамках проекта «Мы вместе» объединил добровольческие организации для поддержки людей в связи с ограничениями из-за COVID-19. Активно участвуют в этом проекте народные избранники. Сегодня в этих непростых условиях работа городского собрания, конечно же, ограничена действующей пандемией. Но, тем не менее, все депутаты также работают в своих округах. Во время начала и сейчас всем нуждающимся были оказаны необходимые услуги. Созданы были, во-первых, волонтерские штабы на каждом округе. Всего 21 округ, и вместе с городским штабом были созданы эти волонтерские штабы. Был создан волонтерский штаб и в партии «Единая Россия», где тоже оказывалась помощь людям, тем, кому за 65+, и тем, кто не мог выходить на улицу в силу причин. Всего депутатами городского собрания депутатов совместно с администрацией было роздано 30 тысяч продуктовых пакетов. Мобильная группа доставляет людям старшего возраста не только продукты питания, но и медикаменты и средства индивидуальной защиты. Михаил Абрамович, здравствуйте. Мы знаем, что вам нужна определенная помощь, поэтому мы хотели вам передать вот такой замечательный пакет с овощами. Тут еще верба освещенная. Я самый старый волонтер. Да, я не знаю. Я сейчас помогаю. Еще будьте, пожалуйста, здоровы. Я буду... На улицу не выходить. Я не выходу, не выходу. Вот в таких пакетах товары первой необходимости. Яйца, молоко, овощи. Волонтеры доставляют их людям, сидящим на самоизоляции. Малообеспеченным гражданам от 65 лет и старше, которые в сложившейся ситуации больше других подвержены риску. К волонтерам присоединяются и депутаты Чебоксарского городского собрания. И я лично выезжаю с продуктовыми наборами. Вот у меня в руках, кстати, сейчас один из продуктовых наборов, который я приобретаю сама. Мы выезжаем к нуждающимся. В числе которых инвалиды, в числе которых одинокие пенсионеры, дети которых проживают далеко за пределами Чуваши и не могут сейчас им оказать помощь. В их числе многодетные семьи, в их числе просто одинокие пенсионеры, не имеющие детей. Заявок очень много. И, конечно же, в такой ситуации душа, она просто болит, и хочется оказать хотя бы какую-то помощь. Социальная ответственность и милосердие, которые может и могут и должны оказывать и простые люди, и предприятия, и организации, и, безусловно, добровольческие объединения. Тот вектор, который дал исполняющие обязанности главы нашей республики. Режим самоизоляции, разумеется, не стал поводом не выполнять и повседневные обязанности, возложенные избирателями на депутатов. Дистанционно, но всегда в контакте с нашим населением. Люди также просят помощи по домовой территории, по детским площадкам. Встречаемся, общаемся, соблюдаем все меры предсторожности. Маски, перчатки – это мы требуем обязательно. Депутаты продолжают работать и с правоохранительными органами, с администрацией города. Так, по обращению жителей столицы республики о нарушениях ограничительных мер на рынке Шубашкар, народный контроль проверил, как выполняется предписание в Рио главы Чуваши. Особые требования к работе торговых сетей уже ни у кого не вызывают удивления и раздражения. Ситуация обязывает. Средства защиты по обе стороны прилавка, при входе коврики с антисептической пропиткой, плюс к этому соблюдение дистанции. И администрация объекта торговли обязана за этим следить. Здесь разметочки мы, значит, дистанционные, тоже не видим, полтора метра. Я зашел первый раз и не вижу, как дистанцию мне выдержат полтора метра. Она должна быть, нанесена, вот, половая разметка на полу, должна быть. Хорошо, исправил, исправил, извини. Держать дистанцию желательно. Не знаю, на перчатке маску обязательно. За прилавком практически все в масках, но некоторые носят их на подбородке. Другие более ответственны и требуют того же от своих покупателей. У покупателей обязательно должно быть наличие маски, перчатки, и они обрабатывают все здесь средствами. Даже при отсутствии таковых у меня имеются маски и перчатки для всех покупателей. А вы их бесплатно прямо даете? Да. Я обеспечиваю имя каждого покупателя, каждого клиента. Следующей точкой проверки стал сетевой магазин. Комиссия заметила, что дистанционные разметки имеются только возле кассы, и этого недостаточно. Масочки есть у нас и в запасе есть, и антисептики есть, и обрабатываем. Разметочки есть у нас на кассе. По территории нету. А возле кассы есть, а так предупреждаем. И только соблюдение всех требований – залог безопасности. Желательно, чтобы все соблюдали правила, то есть сходили в масках везде более-менее. Если без этого, то, наверное, будет сложно. Будь то розничная торговля или сетевые гипермаркеты – требования едины. И соблюдать их нужно неукоснительно. Масочный режим в целом соблюдается. Продавцы это все контролируют. Значит, везде висит объявление о том, что товар не будет продаваться без масок. В любом входе розничной торговли должна быть антисептическая жидкость. На входе, на выходе с той стороны антисептическая жидкость имеется. Предупреждение о том, что без масок люди, которые посещают тот или иной торговый пыль, не обслуживаются. Тоже имеется. Но вот с разметкой совсем дела плохо обстоят. Нет антисептических ковриков. Итог проверки – несколько нарушений. Но в соблюдении ограничительных мер мелочей не бывает. Обо всех выявленных замечаниях сделаем соответствующее письмо, соответственно, обращение в Роспотребнадзор для того, чтобы принять к администрации этого рынка соответствующие меры. Забегая вперед, нужно сказать, что на последнем заседании депутаты единогласно поддержали проект о решении об утверждении порядка осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования города Чебоксары, столицы Чувашской республики. О чем еще шала речь, расскажем далее. Решение о дате приняли единогласно. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на предправочный и нерабочий день, а также на день, следующий за нерабочим праздничным днем. Проектом решения предлагается назначить выборы 13 сентября 2020 года. Данный проект решения был рассмотрен на задании всех постоянных комиссий. Прошу поддержать. Нынешний корпус состоит из 43 депутатов. Срок их полномочий составляет 5 лет. Эксперты считают, что количество депутатов вряд ли изменится, как собственно и сама структура собрания. Впрочем, этот вопрос еще будет обсуждаться. Мы надеемся, что новая коронавирусная эпидемия, инфекция, не повлияет на ход выборов, поскольку мы уже объявляем эти выборы и пройдет в таком же обычном режиме, как до этого. Я думаю, что будут разные способы голосования, в том числе и онлайн. В заключительной части 49-го очередного заседания Чебоксарского городского собрания народные избранники отчитались о проделанной работе и наметили задачи на ближайшую перспективу. Практически мы сегодня отчитались за все 5 лет работы депутатов 6-го созыва городского собрания депутатов. Впереди выборы. И поэтому надо нам было определить ту черту, после которой появляется моральное право идти дальше. В этот срок было введено 20 детских садов. Сдано 436 тысяч квадратных метров жилья в 2019 году только. Это рекордное количество квадратных метров. Депутаты всегда были со своими избирателями. Депутатский корпус в прошлом году провел 10 заседаний, приняв 82 решения по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы города. Об итогах социально-экономического развития города Чебоксары рассказал и глава администрации Алексей Ладыков. В городе реализовывалось 69 инвестиционных проектов по общей стоимости около 20 миллиардов рублей с созданием около 4 тысяч новых рабочих мест. В рамках реализации инвестиционных проектов именно в 2019 году было создано около 300 рабочих мест. В ближайшие годы продолжится реализация 80 инвестиционных проектов общей стоимостью 21 миллиард с созданием 3,5 тысяч рабочих мест. Сегодня задача органов местного самоуправления создание благоприятного инвестиционного климата и пополнение доходной части бюджета. Кроме того, депутаты стараются поддержать инициативы граждан, которые могут повлиять на развитие города. Все, что будет высказано нашими депутатами, попадут в программу партии «Единая Россия», попадут в избирательную программу и будут реализованы. Только «За» чебоксарские депутаты сделали свой выбор в голосовании по внесению поправок в основной закон страны. Евгений Кадышев отметил, что часть изменений направлены на сохранение исторической справедливости. Очень хочется, чтобы у нас была историческая память зафиксирована на таком высоком уровне, в основном законе нашего государства. Очень хочется, чтобы никто не мог переписать нашу историю, не мог никто переписать те достижения, которые сделаны нашими предками, моими дедами, которые воевали в Великую Отечественную войну. Чтобы никто не смел перечеркнуть нашу великую победу, чтобы никто не претендовал на наши границы. И знать, что у них такой основной закон, который защищает не только их права, а еще и защищает права самого государства. Я считаю, что это очень правильные поправки, очень своевременные. Я голосую за. И призываю голосовать так всех наших горожан, всех граждан Российской Федерации. Действующая конституция, по которой мы сегодня живем, была принята в 1993 году. Это прошло уже более 27 лет. Сегодня Россия стала более уверенной, более сильной державой на мировой арене. И поэтому все поправки, которые, а их более 200, которые внесены в действующую новую, в редакцию новой конституции, конечно же, они все жизненно важные, все жизненно необходимые. Очень много важных вещей в нее, в поправки включены. Это понятие «бог» после революции, первый раз об этом заявлено. Понятие «брак», союз женщины и мужчины. Закреплен подвиг наших героев в Великой Отечественной войне. Закреплено то, что наша страна социально ориентирована, то, что медицина будет доступна и качественно, то, что будет постоянная диксация пенсий. Ну и то, что дети – это наше богатство. В принципе, вот эти социально-экономические параметры, которые включены в поправки, я их все поддерживаю, и поэтому буду голосовать за. Напомню, голосование по поправкам в Конституцию проходит до 1 июля включительно. Это общероссийский день голосования. Изменения в Конституцию были инициированы президентом страны Владимиром Путиным. Всего они вступят после того, как их одобрят граждане страны. Депутатский корпус, как один человек, в целом все поддерживают новые изменения в Конституции, все ее воспринимают как свою, все в ней видят истинные необходимые сдвиги, которые нужно реализовать. И я думаю, что этот весь пакет поправок будет реализован сначала на федеральном уровне, потом на региональном уровне, и уже на муниципальном уровне будет приняты соответствующие нормативно-правовые и законодательные акты. Во всей красе столица встретила День Республики. Украшением праздника стали флаги с символами юбилея, баннеры и другие объекты на главных проспектах Чебоксар. Буквально расцвели транспортные кольца. Кроме того, на улицу города выставили экспозицию проекта «100 выдающихся людей Чуваши». И, разумеется, жители и гости столицы оценили арт-объект у монумента «Матери-покровительницы». Там установили цветник с изображением карты Чувашской республики и циферблатом. Такие визуальные перемены порадовали горожан. Ну, наш город, конечно, красивый, стараются. Везде все такой порядок. Мне очень нравится. Но, разумеется, главным подарком к празднику стала обновленная Красная площадь. Светомузыкальный фонтан, комфортная зона отдыха, современная детская площадка. Масштабная реконструкция Красной площади началась в прошлом году. А уже сегодня она преобразилась до неузнаваемости. Здесь появилась современная детская площадка, настоящая палуба с гамаками, удобная парковая мебель, уникальная площадка для романтиков. Теперь на Красной площади можно сыграть в шахматы или исполнить любимую песню со сцены. Стоимость работ по реконструкции составила более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Город получил средства по федеральной субсидии, выделенной в рамках программы развития культуры и туризма. Современная, удобная, комфортная, уютная территория обновленной площади объединяет взрослых и детей. Вот какое место для вас в нашей республике, одно из самых главных и самое ваше любимое? Есть такое? Есть. Какое? Вот, знаете, есть такая песня, «Есть только миг в этом мире бушующих». Вот здесь вот ровно в этот миг, это вот ровно то место, где мы с вами сейчас общаемся. Главным украшением площади стал светомузыкальный фонтан, мелодии для которого выбирали сами горожане. Видно, что все сделано с душой. Красная площадь заиграла новыми красками. Она стала удобнее, комфортнее, красивее. Поделился своими впечатлениями в Рио главы республики Олег Николаев. Масштабная реконструкция главной площади столицы завершилась, но ее благоустройство продолжится и в следующем году. Под девизом «Перле», что значит «вместе», республика отметила столетие с момента образования. Под хэштегом «Перле» в сети объединились все, кто живет в Чувашии, а кто считает ее исторической родиной, кому она духовно близка. И пусть большая часть поздравлений звучала дистанционно, каждый смог почувствовать «мой вместе». Широка страна моя Россия, Много в ней краев и областей, Но дороже и милее сердца нету, Чем Чуваши моей. Чувашия, Чувашия, Страны моей опора, Чувашия, Чувашия, Страны моей опору, Республику, Чувашия, Чувашия, Страны моей опору, Республику, Чувашия, 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 Республику, Чувашия, 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 Чувашия акта Субтитры создавал DimaTorzok